Продолжение следует... 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 А вот понять тебя, понять тебя не могу. Машенька! Маш, я же опаздываю. Не сердись, Машенька, поверь, все идет правильно, вот увидишь. Ты не ладишь со своей трубой, Марс отсюда! Нервные все какие-то стали. Да я знаю, что я начальник строительства, но по моему календарю после июля сразу без всякого перерыва начинается август. Нет у меня этих двух суток, нету, нету. Так когда же вы все-таки приварите все эти лестницы тут наверху? Ну что вы вздыхаете, как на курортной комиссии? Сегодня лестницы приварим. Прекрасно. Значит, завтра я могу пройти по этим лестницам наверх. Если технический проект предусматривает ваши габариты, то может. Как у вас с графиком, товарищ Дерябин? Идем точно, Иннокентий Патеримонович. Значит, привыкайте к высоте. Трестовский кабинет не снится. Ну что вы, Иннокентий Патеримонович, как говорят верхолазы, на высоте и воздух чище, и начальство меньше. Как вы думаете, можно укрупнить подъемы на Домнии? Тут надо подумать. А ты как считаешь, Токмаков? По-моему, можно. Кран позволяет. Вы прислушайтесь, товарищ Дерябин. Токмаков опытный прораб. Иннокентий Патеримонович, в технических расчетах лихачество вряд ли уместно. И потом все-таки отвечать придется мне. С вас никто ответственности не снимает. Дымов, у телефона. Товарищ Дымов, здравствуйте. С вами, говорит, пасечник. Ага. Настроение бодрое, идем ко дну. Что-что? На вокзале? Понятно. Почему не встретили людей, товарищ Дерябин? Я передал телеграмму в хоз управления. Да ведь люди же к вам приезжают, а не в хоз управления. Токмаков, Миколу Патечника знаешь? Конечно. Бери мою машину и марш на вокзал. А это, значит, твой мальчишка? Хороший. Черт ее знает. Ну, как она могла такого парня оставить, а? Да как тебе сказать? Не вышла жизнь у нас. Держи. Будь здоров. С приездом. Как я рад, что мы с тобой опять свидетелься. Но ты немножко потускнел. А она где? Не знаю. Говорят, что за границу уехала. Ясно. Вопросов больше нет. А сынишка, значит, с матерью? Угу. Скучаю по нем. Ну, а ты не женился с случаем? Я? Что ты? В разъездах? Нет. Девиц много. А вот такой вот, знаешь, нет. Встречи, расставания, радости, свидания. Ну... Встречи, расставания, радости, свидания. Ну... Естьrico Дорásово. Давай! Мы с противоприним! Ну что, улыбаются в край preocupante? Будь Вадима и�чина! Из ясно merk. Не вился, не запылился. Ну-ну, на пожар, что ли? Ты своих ребят окороти. Тоже мне герои приехали. Я смотрю, ты вроде черепахи на побегушках. И как только ты при том, не смешить работать собираешься. А я, между прочим, не тороплюсь. Мне и при социализме подходяще. Вот так я тебе скажу. Давай, давай. Не скучаю. Эй, малый, получку получил? А то как же? Помню уговор. Первая получка, с нее рабочий класс начинается. Вот мы ее сегодня и обмоем. Или тебе, папа, баба не вилят? Ну да, я человек самостоятельный. А, ну тогда нормально, порядочек, порядочек. Шапыч! А ну-ка, малый, туши свой примус. Слышишь? Королева здешних мест, фея высоты. Разрешите представиться. Васечник. Катя. Прочитал. Сами кололи. А вам что? Да ничего. Спокойно. Это для вашего брата, чтоб не забывали. А то вечером целуются, а утром меня не забывают. Катя, подожди. Ну как надумала, товарищ Пидорожай? Отвяжись-то со своим комсомолом. Ну вот еще. Ага. Процентов не хватает, да? При чем здесь процент? В комсомол есть союз сознательной молодежи, которая... А если я не сознательная? А я не махина, а я не махина, а я на улице росла. Что ты делаешь? Пошло место тебе, что здесь? Там площадка, что ли? Сверхолазом снаться, губы саживаться в угле, лезть целоваться. О, герой. Ну как, привыкаешь к высоте? А чего там? Коленки не дрожат. А что вы, Константин Максимович? Ну, бросьте. Ну, ладно. А что, высотобоязнь, это как морская болезнь. Просто с нее лекарств нет. Меня, милый, провожал, да на крылечке-то держал, сколько звездочек. На небе столько раз поцеловало. Пошли! Привет! Эй, ста-ит, ста-та-та-та-та, ста-та-ра-та-рай, не ста-та-ра-та-ра-рай, не играя. Казачья Ноксимовна, ты что, на тот свет захотел? Константин Максимович, смерть не люблю прыгать, но ведь кратчайшее расстояние между двумя точками, пожалуйста Сниму с бригадирса за кратчайшее расстояние Ну, Кость, обожди минуточку Ну, что ты идешь со мной? Да, вы не шоб всем любли, но люди кругом стоят А ну, марш отсюда Да Давай еще раков на любителя Слышишь? Почему? Да не горюй, Борька Пойдем, Катя Хорошо Пойдем Садись сюда, здесь место не забронировано Привет Привет А разговаривать со мной не обязательно Тем более, что я уже уходить собрался Ну, как жизнь? Бьет ключом И все по голове На себя обижайся За каждым шагом следить приходится Он еще один герой С кемо на губах мне сокло туда же Будь здоров Ну, идем, Борис, идем Давай, где тут О, Константин Максимов Идем домой Куда же это он нашего кассира уводит? А кому за столик платить? Нет, это уж ты извини и подвинься А кто же граждан платить, расплачется будет? А? Ну? Я говорю, что все разбежались А кто же платил будет? Я, что ли? Вот 92 рубля 40 копеек Вот, не страдай Сдачи не нужно Благодарю вас Благодарю вас Слушаю вас, молодёжка Есть раки Свежие на любителя Т家 КОНЕЦ 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 Красиво живете? Сотня дукатов. Выбросили. Может, карету подать? Принцессе, карету! Я говорю, чтоб ножки вечерней росой не замочили. Ничего, я с детства босиком привыкшая. Короли все очень даже удивляются. Это точно. По всей загранице слух прошел. Принцесса и босиком ходят. Никакие драгоценные дары не берет. Кроме этого, портвейна. Спокойно. А вот если доченька лынет? А вы бы мне зонтик подарили. Никогда в руках не держала. Ну что, зонтик, у меня для вас другие дары есть. Это какие же? Вот вечер вот этот, например, могу подарить. Речку бурную, сеть особую. Знаете, чтобы звезды ловить. А вот заря взойдет, тоже ваша будет. Чудной какой. Я не чудной. Я заколдованный. Хотите, сейчас для вас бурю устрою? Бурю. Вот сейчас молния для вас полыхнет. А вот сейчас гром будет. Ой, и вправду гроза начинается. А мне еще на тот берег в общежитие не пустят. А я думал, вас мама с папой ожидают. Нет у меня папы с мамой. На войне их убили. Круглой сиротой на свете живу. Не заругают. До свидания. До свидания. До свидания. Катя! Катя! Отшила, голубчик. Порядок. А хочешь, я тебе фокус покажу. Эйнц, рей! Рей! Не пропадать за товару. Раз уплачено. Прошу. Чего уставилось? На меня узоров нет. Катя! Катя! Константин Максимович, мы с вами живем в эпоху войн и революций. Ну, допустим. Вам хорошо смеяться, Константин Максимович. Вы на войне ротой командовали. Ордена у вас. А я вот ни в одной революции, ни в одной войне не участвую. Ой, как голова гудит. Ну, сейчас положу не голова, а стол гудит. Не горю, не горю, Борис, ты же верхолаз. Вот-вот, Константин Максимович. А верно, что верхолазы, верхолазы, они как разведчики на фронте. Всем дорогу прокладывают арматурщиком, огнеупорщиком, каменщиком. Нет, уж вы заходите, Константин Максимович, уж вы заходите. Батюшки, да где же ты так сподобился-то? Простись, пожалуйста, вот, доставил героя. Первая получка, рабочий класс гуляет. А это прораб наш Токмаков Константин Максимович. Настоящий человек. Спасибо вам большое. Машенька, проводи их, не дай бог отец услышал. Я с Машкой не пойду. Я с Константином Максимом. Тихо, тихо. Да что вы с ним возитесь? Дайте-ка я помогу. А ты отстань. Это наше мужское дело. И народы Азии на нас смотрят. Правда, Константин Максимович? Конечно, смотрят народы. И очень даже внимательно. А ты, брат, в таком виде. А ну давай, ложись. У вас, наверное, дети есть. И жена должна быть хорошая. Вот дура. Простите, я, может быть... Может быть. Ну, я пошел. До свидания. До свидания. А правда Машка у нас красивая, Константин Максимович? Правда. Спасибо вам большое. Может, чайку выпьете? Нет, нет, спасибо. До свидания. Мы ведь про вас наслышаны от Бориски. Ох, как подумаю о вашей высоте. Ноги стынут. До свидания. До свидания. До свидания, Константин Максимович. До свидания. Я бы хотела побывать у вас там, наверху. Ну, это вы к Игоре Родионовичу обращаетесь. Так он все обещает, ему все некогда. Я все-таки приду к вам на дом. Приходится. Ваше дома? Дома. А Болька где? Зови его сзади. А Бориска пришел в собрание, не здоровится ему. Спит уже. Это что такое? А, батя, привет от рабочего класса. Первые получи, мы гуляем. Хорош, пролетарий. А пролетаря-то у нас нет, поскольку нет прибавочной стоимости. Помнишь, что Карл Маркс и Энгельс говорили? А ну, пойдем. Куда? Ведем. Это тебе от Карла Маркса, это Ингельса, а это от меня, от беспартийного. Пережитки? Жизнь надоела! Спасибо вам большое. Здесь рот не раздевай, гайка влетит. А вы не скажете, как мне против контора сталь конструкции? Идем, провожу. А вы чего в небо-то уставились? А тут на доме мой брат работает. Может, знаете Берестов Борисов? Ой, знаю! Он меня все обхаживает, комсомол увлекает. А вы красивая, на артистку похожа. Пойдем. Не платьится, ничего, простенькое. Стой! А ведь мы зря туда идем, Борисов сейчас в столовой. А у меня там муж работает. Дерябин. Дерябин. А чему вы удивляетесь? Не заблудитесь! Платьицы не запылитесь! Катька! Бегу! Проходите, пожалуйста. Здрасте. Простите, а кажется, не помню? Нет, нет, ничего, пожалуйста. Ну чего рты поразировали? Пойдем. Пустите. Вы не знаете, где Игорь Родионович? Пожалуйста. На совещание. Спасибо. Прошу вас. А помните, Константин Максимович, вы обещали мне на высоту подняться? Положим, не обещал. Ну да уж, ладно. Как раз перерыв угадали. Идемте. Разрешите, я вперед пойду? Между прочим, девушки у нас в брюках работают. Смелее. А выше нельзя? Нельзя. Там только верхолазы работают. Ну что, страшно? Нет. Красиво очень. Я тоже считаю, что красиво. Вы знаете, бывает красота тихая, задумчивая. Лучше. Перезки беленькие стоят. А эта красота особая. Человеком созданная. Давайте, Руд. Смелее, смелее. заты 베алонь. Смелее, сам. До Depois. Сомн germs, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все хорошо! Так! Так! Давай, давай! Жена начальника монтажного управления разгуливает по стройке под ручку с прорабом. Алло! Его нет. Могли бы выбрать другое место для прогулок. А мне давно хотелось побывать на стройке, вот я и пришла. Ну, знаешь, дом на ней место для развлечений. А тебе не приходит в голову, что это мне, может быть, тоже... Кончет! Маша, иди домой! Опускайте! Опускайте! Кончайте подъем! Не мешай тебе! Держи! Осторожно! Держи! Держи! Несу, несу! Держи! Игорь! Игорь, что теперь будет? Маша, сейчас ты должен идти домой. Иди, Машенька, иди. Игорь? Сама понимаешь. Игорь, 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 игорь. Игорь! Игорь! Игорь, 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 игорь. Игорь, игорь, игорь. Игорь, 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 игорь. Игорь, 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 игорь. Игорь, 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 игорь. Игорь, 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 игорь. Игорь, 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 игорь. Что? Извинись, тебе говорят. Да пошел ты. Ах ты, подлюха. Извинись, что ты делаешь? Что ты, прошу, деть нельзя, да? Коля! Разве это ветер? Ураган. Вот этот самый Токмаков и растерялся. Ну, никак, никак нельзя мне отлучиться с площадки, Иннокентий, потерялся. Вот только отвернулся, вот, пожалуйста. Эй, Токмаков, что у тебя здесь произошло? Да как будто все обошлось. Бригадир тут один отличился, выручил. Да что я, Николы Пачечника не знаю. А кто вам дал право рисковать его жизнь? Ты что, прогноз погоды не знал? Знал. Да какой же холодный сапожник распорядился начинать такой сложный подъем в такую непогоду? Я спрашиваю, черт побери, кто дал приказ о подъеме? Ну, что ж, выходит, что и я. Да, думаешь, победителей не судят? Ты же сам, Веркаласы, должен знать, как там люди на высоте по самому краю жизни ступают. Быть смелым за счет чужой храбрости – это трусость. Суперзент, Максим. Ваш кепчик. Кепчик ваш. А, спасибо. А я думала, вы не придете. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой вы сегодня самостоятельный. Прошу. Что это? Это в счет будущих премиальных. Спасибо. Между прочим, в цирк после третьего звонка не пускают. Что? Я-то ничего, а вот звери возражают. И шофер скучает. Такси! Слышите? Тикает. Я быстренько. Коля, вы отвергнете. Давай. Это ваша галантерия парфюмерия, а? А что? Симпатичный молодой человек. Соблюдайте правила уличного. Родственник ваш. Тяжелые воспоминания. Очень много вы о себе воображаете. Молчу, молчу. Тихо. 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 Я выплакал вас в бессонные ночи, Я выплакал вас в бессонные ночи. Это из какой картины? Роман, слова Дениса Давыдова. Это встреча на Эльбе Давыдов, артист. Артист, историческая личность, друг Пушкина, гусар. С французами воевал в 1812 году. Я готова. Светофор. Я говорю, для Южной Америки вполне подходяще. Чего, чего? Природа там разноцветная. Пальмы, зебра, кенгуру. А ну, сматывайся отсюда. Сматывайся отсюда. Шутить нельзя. Давай тупай отсюда, академик пока цел. Жену себе заведи с ней и шути. Ей про зебров рассказывай. Уйду. До свидания. А ну, давай, давай, не задерживайся. Уйду, чтоб не возбуждать ярость масс. Соблюдайте правила уличного движения. Не прыгайте на ходу. Соблюдайте правила уличного движения. Соблюдайте правила уличного движения. Ну и пусть. Соблюдайте правила уличных движений. Какие-то. Вот так. Телефон? Вчера одно удовольствие. Да будь она проклята, такая работка. И чего мы в этой паршивой трубе маемся? Дежурство какие-то придумали и сидим здесь, как мокрые мыши. Может, распогорятся, балки подсохнут, тогда и варить можно. Да-да. Кто там? Ноги усирайте. Как сводка, Константин Максимович? Низкая облачность с осадками, перемежающаясь дождик. Я уж и наизусть выучил сводку эту. Что же делать будем, Константин Максимович? Выходит размок наш график? Выход один. Варить на земле под навесом и укупнять конструкцию. Сварить-то можно, а как поднять? Кран-то может опрокинуться. Слушай, Костя, а что если этот кран, знаешь, с четырех сторон тросами? Тросами? Да. С четырех сторон? Малейшие перекосы все плетит к чертовой матери. А мысли интересные. Дня 4-5 останется у нас в кармане. Вот, и в график войдем. График, график. Но если дом на неделю позже пустят, подумаешь, горе большое. Ведь доказана теория, что все дороги ведут коммунизм. Ох, и житуха будет непыльная. Каждому по потребности. Красота. Потребностей у тебя очень много, а вот способностей совсем нет. Почему, а? Ну, знаете ли, я в этой трубе околачиваться не обязан. Это уж вы, извини, подвинься. У меня такой потребности нет. Мне что социализм, что коммунизм. Наше дело простое. Гони Пети-Мети. Привет. Пройдет дождь. Пусть тогда за мной машину в общежитие пришлю согласно колдоговора. Ну и с катерчью дорога. Поезд, между прочим, оставь. Ты вообще можешь сюда не появляться. А ты что, отдел кадров, что ли? Слушай, а мы не отдел. У меня эти самые кадры и есть. Ну-ка подними флаг. Ну подними тебя, говорят. Да отстань ты! Хорошо. Видел? Товарищ Токмаков, что же это? А что? Бригадир мне по морде смазал. Мне, рабочему человеку. Вы видели? К сожалению, ничего не видел. Так, так, интересно, интересно. Можно подумать, что этот проект подъема составлял опытный инженер. Да мыслят, собственно говоря, не моя. Знаю, знаю. Рабочая инициатива. Этот подъем дней на шесть сократит время. А это 9 тысяч тонн металла. 9 миллионов килограмм. Все это очень хорошо. Ну и погодка, будь она неладной. Ну а в случае неудачи, авария крана. И мы вообще нарушим план строительства. И кто будет отвечать? Я отвечаю головой. Пасечник, бесфамильный, Карпухин Михаил Сергеевич. Слушайте, отвечают начальники. А рабочий класс? Сиди и жди, пока придумают вожди. Слушайте, слушайте, погодите, не горячитесь. Маяковский здесь ни при чем. Я вот, кажется, нашел выход. Разрешить этого подъема я вам не могу. Не имею права. Но и запрещать не буду. О, чай, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Машенька, ты иди. Иди, иди. Мы сами управимся. Спасибо. Так вот, я вам мешать не буду. Я ничего не знаю. У меня вызов в трест. Уезжаю. Вот шестого, седьмого, восьмого. Меня на стройке не будет. Действуйте. Бюро прогнозов запрашивает первые домины. Так, слушаю. В ночь на девятой осадков не ожидается. Ветер тихо-то. Слабый до умеренного. К утру, возможно, дождь. К утру успеем, Константин Балдас. Так же лоб. Вот так. Да ладно тебе. Будем поднимать на рассвет, товарищ. Ясно. Ладно. Слушай, Кость. Сегодня Дерявин приезжает. Ну и что же? Ох, смотри. Подведет он тебя под монастырь. Конструкция сварена. Отступать некуда. Орел. Я очень рад, что ты меня встретил. О, черт. Да. Ты не знаешь, как дела на Домну? Бориска на всю ночь ушел. Говорит, подъем особенно сегодня. Сегодня? Да. Почему сегодня? Должны были сделать вчера. Я не знаю, как дела. Едем домой. Домой? Ну, они, наверное, тебя ждут там? Да. Да-да, конечно. Едем на Домну. Видишь, какую махину подымает? Хорошо, что я пришла. Однако у тебя появился повышенный интерес к моим делам. Но у меня нет своих. Ты просто соскучилась в этой дыре. Ты думаешь? Я в этом уверен, Машенька. Но ничего, ничего. Мы скоро уедем. Приветствую! Отпрыгzej, Т above, серебро-ч BIG Ну, как дела? Пока нормально. Ух, сила. Жалко, вот флажок не укрепили. Опоздали. Рано празднуешь. Давай к своему знамя. Что? Ложок беру давай. А? Хорош! Слушай, ты не чувствуешь, чем пахнет, а? Не чувствую. А что? Дело пахнет премиальными. Ну вот, и одещиной дождью. Ну вот, свои отползали. Пошли. Поздравляю от всей души. Сиди, сиди. И проект смелый, и подъем отличный. Коля! Пошли! Идите, идите. Я догоню вас. Коля, Коля! Куда, Коля? Я сейчас. Видишь, молки, как вороньем жиром смазаны. Ладно! Коля! Я сейчас. КОНЕЦ Ребята, на помощь бригадир разбился! КОНЕЦ Маша! 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 Здрасте! Алло! Диспетчер! Это Дерябин! Вопреки моему запрещению, Токмаков начал подъем грозящей катастрофы! Доложите об этом Дымову! КОНЕЦ 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 Что за шума, драки, нет? Здравствуйте. Что случилось? Да вот какой-то монтажник разбился с высоты. Коля? Коля! Коля! Здравствуйте. Мы к вам. Можно спросить? Скажите, доктор, как вы думаете, сможет он вернуться к своей профессии? Профессии? Не знаю, не знаю. Загадывать пока рано. А какая у него профессия? Монтажник он, верхолаз. Верхолаз? Это... Родных надо вызывать. Нет у него родных. Сирота он. Положение очень тяжелое. Пойдемте, Катя. Никуда я не пойду. Я здесь останусь. А здесь находиться посторонним запрещено. Ну что ж, я в саду поночую. Ну, собственно, кто вы им? Ну, этому. Я люблю его. Что? Ну... 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 Катя, откуда ты? Зачем? Ну вот, пришла и навестить. Соблюдайте правила уличного движения. Не прыгайте на ходу. Кольенька, Коль! Ну что ты? Симуляция, залог здоровья. Кончилась моя биография. Что вы, что вы! Знаете что? Мне сестра пропуск постоянно обещала. Я теперь к вам каждый вечер буду приходить. После работы. Не приходите. Пожалеть будете? Не надо. А я все равно приду. Вот, я за рог дала. Курить больше не буду. Не понимаю, что за нелепая дружба у тебя с этой девчонкой. И, собственно говоря, почему гостит она у нас? Тише. У нее большое несчастье. Пасечник разбился. Она всю ночь в больнице дежурила. Да кто это Катька Пасечник? Жена что ли? Жена. Больше, чем жена. Любит она его. Эта девчонка не пропадет от тоски. Найдется немало утешителей. Замолчи, Игорь. Какое ты имеешь право так говорить? Ты ужасная фантазерка, Маша. Катька в роли Джульетты. Ты живешь в каком-то выдуманном мире. Жила. Это будет вернее. И вообще мне не нравится твое отношение к этим монтажникам. А мне не нравится весь твой образ жизни. Куда это ты? Я, Маша, в общежитие пойду. Ну что я у вас тут? Что ты, никуда ты не пойдешь. Ложись. Поешь немного? Нет, спасибо, я... Поешь, поешь. Ну а как же тебя к нему пропустили-то? А я женой назвалась. Правда, он гонит меня. Зачем я тебе такой, говорит? А я знаю. Это он от гордости. Ну, я его переломлю. Все равно. Нужна я ему сейчас. Очень нужна. Ну что ж. Маша, если откажется он от меня, слезы мои при мне останутся. Наложись. Счастливая ты, а у меня-то такого и не было. Слушай, Маша, можешь мне комсомол подать? Коль ведь партийный. Ты скажи своему Борису, а то мне совестно. Ой, платье у тебя какое приветливое. А у меня все для Южной Америки. И книжки какие дашь? При Денисе Давыдове у тебя есть? Это партизан такой был. Только не в нашу Отечественную войну. Гусар, друг Пушкина. Те зоркие очи потухли и вы. Я выкладывалась в бессонные ночи. Это я у фотографа выпросила. А флаг сама раскрасила. Красиво. К концу подходит. А тут лежит тяжело здоровый. Казенное белье пронашивай. Вот ребята уедут. Знаешь что, Коля? А я в комсомол подала. Ну вот вызовут тебя и спросят. Екатерина Петровна, скажи, что ты хорошего в своей жизни сделала? Что хорошего? Ничего хорошего я не сделала. Да у меня и жизнь-то короткая. Отец в лесу работал лесником. Потом его на войне убили. Жили мы с мамой на окраине города. У родных. Немцы подходят. А дядька дом бросать не хочет. Поругалась с ним мама. Подались мы на станцию. Беда кругом. Беда. Мороз. Юга. Пушки немецкие гремят. Страшно так. Взрывы встают, как кусты черные. Мы к вагонам. А они горят. В огонь кругу. Мамку потеряла. Кричу, кричу. Мама. Ты не слушал. Мне интересно тебе про меня. Нет. Что ты. Вот ты о себе рассказывала, а я свое вспоминал. Так же вот родные на станции погибли. Завод эвакуировали. Ну, вот выходит, что мы... Только ты не думай, что я к тебе навязалась. Поправишься только. А ну, наклонись, принцесса. Наклонись, говорю. Звучит музыка. Звучит музыка. Когда наш город освободили, в детдом попала. Потом в ремесленное поступила. Оттуда на стройку. Работаю теперь. А больше нет у меня автобиографии. Ну, вопросы есть, товарищ Петрушев? А как насчет курения? Бросила. Вот так бы и давно. Тоже мне придумала. У нас мужчины-верхолазы. И то они все курят. Я вот еще добавить хотела. Давай, добавляй. Когда в ремесленном была, белье продала на босоножке и еще простыню. Мы с ребятами на те деньги в кино ходили. Мороженое ели. Это к делу не относится. Слушай, то мороженое растаяло давно. Нет, относится. Может, в моей жизни это самое большое пятно. У меня вопрос. Насчет морального облика ее с Колькой пасечником. Невеста она его. Чего? Невеста. Это уж ты, извини, подвинься. Невеста, да не из того теста. А я попрошу. С посторонним не мешать собранию. Да ладно, ладно. А что ты знаешь о борьбе колониальных народов? Индия. Другие тоже страны. Прежде с них соки тянули. А теперь они хотят жить по-своему. Ну, теперь держись, мировой капитализм. Сама Катька на бой вышла. Выграю. Ну и вышла. На тебя надеется, что ли? Да-да, войдите. Можно? А, входите, входите. Я занят, товарищи, занят. А почему не можно? Товарищ Игорь, а не он занят. Ну, занят. Без угрозия. Ну, что у вас? Я к вам. Насчет сдельщины. Опять товарищ Токмаков зажимает рабочий класс. Тут, понимаешь, работаешь, сил своих не щадишь. А тебя под подозрение ставят. Давайте ваш наряд. А то ведь работаешь по совести. Да разве я могу свое рабочее государство? Ладно, ладно. Вы были на этом последнем подъеме? Так точно был. Как вы объясните этот несчастный случай? Несчастный случай? Да. Известное дело как. И вообще этот пасечник... Меня интересует роль Токмакова. Так, Токмакова. Ну что ж, это как бы известное дело. Значит, вы считаете, причиной падения пасечника был подъем, нарушающий правила техники безопасности? Ясный факт. И многие опытные монтажники, вы, например, были против этого подъема. Да разве он послушает этот Токмаков? Садитесь. Да он и вас, извини, подвинется, ни во что не ставит. А вы подпишите. Показания, значит? Понятно. А я только так скажу. Если ко мне подход иметь, со мной всегда сговориться можно. Спасибо. О, молодежь. Здравствуйте. Бригадир навестить? Да. Молодцы. Ну, я быстро. Маша, жди меня здесь, я скоро вернусь. Игорь. А, да. Здравствуйте. Привет. Ну, мир да любовь. Здоров. Молодец. Угощайся. На поправку пошло. Хорошо. Правед тебе заехал. Ну, и поговорить надо. Между прочим, у меня от этой девушки секретов нет. Да? Ну, что ж. Шо? Я по-простому прямо. Люди у нас самый ценный капитал. А кто рискует жизнью рабочего человека для того, чтобы выслужиться, тот должен нести ответственность. Вот ты чуть жизни не лишился от Акмакова за эту благодарность. Что же это дело, замять? Да, это конечно. Вот мои соображения. Вот мои соображения. Многие ребята из твоей бригады уже дали показания. Хаенко, например. Хаенко? Правильно. Человек. Вот здесь подпишись и все. Ну, а в случае чего ты монтажник опытный, талантливый. Да, да, да. Катя, а ну, выйди отсюда. Ну, выйди, говорю, отсюда. У нас мужской разговор пойдет. Расписаться, значит. Иди отсюда. Пока я тебя в гипс не уложил. Материальчик забирает. Моей кровью на товарищей капать ложит. Ну, что ты здесь делаешь? Почему не в машине? А, ребята, здорово. Привет. Дайте мне пальто. Катенька, что случилось? На, отдай твоему. Пусть он подавится своими конфетами. Кровать лучше сюда поставить. Ему здесь выходить пока нельзя. Вот пусть миром с высоты любуется. Еще это вы придумали комнату свою вступать. Я просто даже не знаю. И Коля, боюсь, на меня сердится будет. Ну, с Колей я уж сам как-нибудь договорился. А я к ребятам на его место перейду. Спасибо вам, Константин Максимович. Большое спасибо. Ладно, давай, занимайся. Пыль тут видишь у меня холостякская. Войдите. Можно? Маша, вы. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне надо поговорить с вами. Вы садитесь, пожалуйста. Вы что, уезжаете? Нет, я в общежитие перехожу. Это ваш сын? Похож на вас. Скажите, Константин Максимович, что у вас произошло с моим мужем? Я думаю, что это между нами останется. Нет, я должна знать. Поймите, мне стыдно и горько за себя и за него. Что сделал Игорь? У него и спрашиваете. Вы тоже поймите, что трудно мне с вами об этом говорить. Со мной? Да, с вами. Ну, вот как будто бы все. Можно прощаться. На большую работу едете. Но позвольте мне быть откровенным, товарищ Дерябин. Поздравить мне вас не хочется. Понимаете? Не хочется. Ну, что я могу сказать, Иннокентий Пантелеймонович? Насильно мил не будешь. Дело хозяйское. Ну, никак не хочется. Вот ведь какая история. Что за паническую телеграмму вы послали Николаю Николаевичу? Весь главк сполошили. Самоуправство Токмакова. Самоуправство Токмакова сэкономило нам пять дней. Иннокентий Пантелеймонович, у вас же моя докладная. Показание Хаенг. Что касается бригадира Пачника, то его здоровье не позволяет. Но я докажу. Вы помните, что называется физики законом неустойчивого равновесия? Это когда центр тяжести находится выше точки опоры. Во! А вы жизни хотите прожить в таком положении? Когда человек занимает место не по праву, он балансирует, ловчит. А закон неустойчивого равновесия никто отменить не может. Даже Николай Николаевич. Ну, знаете ли, я не думал, что вы так встретите мое новое назначение. Даже жалею, что пришел проститься с вами. Столько в наших анкетах разных вопросов нужных, а еще больше ненужных. А надо было еще одну графу завести. Порядочный человек, непорядочный человек. А ненужное зачеркнуть. По счастью, в конце концов наша судьба решает не пащник Стокмаков и даже не Дымов. Решает немножко повыше. Моей судьбы твое начальство решить не может. Что ты этим хочешь сказать? Я стою здесь, а со вторника начинаю работать. Опять? Маша, ты же умная женщина. Ты понимаешь. и ты соскучишься в этой дыре. Черт. Что ты молчишь, Маша? Ты что, хочешь, чтобы я отказался от назначения, но всегда остался в этой глуши? Я знаю, о чем ты думаешь. Стройка кончится, все разъедутся. Ты будешь одинока, Маша. Ну, хорошо. Я еду. Это фантазия. Нервы. Пройдет. Жди мою телеграмму. Помни, Машенька, я очень люблю тебя. Стало быть, уезжаешь? Как видите. Машенька. Что это вы здесь с флагом возитесь? Праздник какой раз? Как для кого, для нас праздник. Завтра новый дом напускаем, а я первый чугун буду принимать. Для этого вы сюда и забрались? Бывало, люди ради красного флага и повыше забирались. Ну, а кому, шибко некогда не смеем задерживать. Давайте прощаться. Бывай, бывай. Всего и делов-то. Да, всего и делов-то. Спишь, принцесса? Слышишь? Слышу. Выставила, значит, Кость. Ну, что ты, Коля, он сам предложил, честное слово. А вот смешно, в его комнате чужое счастье живет. Может, и у него образуется. А я тебя в самом деле люблю. Вот знаешь, раньше другим всякие слова говорил, а вот это слово боялся. Тебе первое говорю. Ну, все же ты платишь. Вот это говорит. А я и не плачу. Они сами чего-то льются. Ты знаешь, Коля, я какая-то чудная теперь. Я ведь грубая. Все на зло делала. А теперь я тебе слушаться буду. Ой, ну что ты? Ну что ты мне руки целуешь? Тебе уставать пора. Нет, я не пойду. Тебе же нельзя, я с тобой осталась. Ну что ты? Первая твоя стройка, праздник такой. Я пора ее послушать. Иди. Возвободи ты к красоту. Идут такие пальчики. И девочки в танке покоряют высоту. Высоту. Горя! Горя! Привет, святому семейству! Привет, святому семейству! Эй, качай, Екатерина Петровна! Да-да! Горя! 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 Между прочим, косынка мне это нравится. Всегда ее носит. По комнате много не разгуливайся. Не скучай. Смотри. Ну вот, Коля, и кончилась твоя вольная жизнь. Не ходи по комнате! Пошли! Мужики! Пошли! 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 Как на высоту такую, милая, ты лучше не посмотришь на высота, высота. Вот, трубочка, трубочка, Катюша, с даткою по старой памяти. И твой выжидет теперь не танцор, а извини, подвинется. Боря, пойдем. Ребята, ребята, зашкожет вы, а? КОНЕЦ Эй! Товарищи медик, посвященный пуску доменной печи, объявляю открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы строим и будем строить, потому что мы коммунисты и строители со дня своего рождения. Потому что жажда созидания у нас в крови, товарищи. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот еще Гадонна встает перед нами, как радостный свет, прожитый с день жизни. Но сегодня хозяева здесь уже не мы, строители, а металлурги. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже поданный ковшит... Стоять! Ну чего тебе? Слушай, будь другом, подвези на дом. Ну давай садим. И мой старый друг гопермастер Перестов сейчас даст сигнал выпустить первый металл. СТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, до свидания, Женя. Будь здоров. До свидания, Михаил Сергеевич. Приезжай, не задерживайся. Володя, до свидания. Ну, счастливо. До свидания, Ваня. До встречи. Привет. До свидания, Баграт. Ну? Мы ждем тебя, Коля. Ну что ж, пора прощаться. Ну, до свидания. Будь здоров. Будь здоров. Посмотрите Константинович. Я ждал вас, Маша. Ждал? Очень. Сказать вам хотелось многое, но уже поздно видно. Вот как будто бы чужие, а я точно близкого человека провожаю. Маша, Маша, вы напишите мне, как жизнь сложится. Это очень важно. Я ждать буду. Я буду писать вам часто-часто. До свидания, Константин Максимович. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Костя, жду вызова. Я не знаю. Без высоты ж сам понимаешь, я не человек. Слышишь, Костя? Мы еще такое построим, что с Марса будут смотреть и удивляться. Продолжение следует...